Речь уже идет о статье 285, части 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых беспорядков. Ну, конечно, эта статья уже не такая серьезная, как ОПГ. Но также неприятно, когда ребят обвиняют в том, чего они вообще не совершали. Это уголовная статья предусматривает ответственность от 4 до 8 лет. Ну, в отличие от первого состава, можно делаться и условным сроком. То есть органы смягчили эту ситуацию. Но и это стороной защиты не может устраивать, потому что мы требуем, чтобы и Павла, и Михаила вообще вывели из-под уголовного преследования, и чтобы это дело было прекращено, как таковой, за сутсием события преступления. Пока что нам приходится работать в этом направлении. Также в довесок вот к этой статье, связанной с попыткой организовать массовые беспорядки в Молдове, они приклеили Павлу статью 184, часть 1 Уголовного кодекса РМ, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение права на свободу собраний. Раскрой скобки. Речь шла о неком шествии унионистов на территории Кишинева, в центре города, около Арки Победы, в 2012 году. И Павел принимал участие, высказывался, видимо, скорее всего, критически относился к этому шествию. За что ему в 2004 году предъявили это обвинение. Но этот абсурд и здесь дает о себе знать, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье, он истек к моменту предъявления ему обвинения, истек 9 месяцев назад. В пользу Павла. То есть у органов было время с 2012 года по 2014 год, это было летом, привлечь Павла к соответствующей ответственности, как они привлекли других лиц. Но Павла тогда не тронули. Сейчас они достали из Нафталина это дело с протухшим сроком, и тоже включили это наряду с попыткой организации массовых беспорядков, еще и этот состав, связанный с нарушением права на собрание. То есть изначально Павел уже не будет осужден и привлечен за это преступление, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек в его пользу, и он не может быть продлен. И прокуроры прекрасно об этом осведомлены. Однако все равно включили этот состав в постановление о предъявлении обвинения Павлу. И до сих пор в остатке мы имеем в отношении Григорьчука в плане обвинения два состава. Это нарушение права на свободу собрания, и второй состав – это попытка организации массовых беспорядков. Что касается Амирберга, у него также такая же статья, это их единит Павла и Михаила, статья 285, попытка организации массовых беспорядков. Но зато вместо статьи, связанной с нарушением права на свободу собрания, Амирберга, в отличие от Павла, вменяют такую статью, которая предусматривает уголовную ответственность за извлечение выгоды из влияния, статья 326 Уголовного кодекса. Ну, так говоря, попроще, по мнению обвинений, якобы Михаил, уговаривая и агитируя Олесю Веди взять свой арсенал к себе на хранение, а это, я напомню, коктейли Молотова, установка ОСА для поражения боевой техники, взрывчатка, 250 тысяч российских рублей, несколько десятков тысяч молдавских леев, пистолеты, автоматы, много чего там было. Вот он все это, он попросил ее взять на хранение, так как она проживает в частном доме в Кишиневе, у нее есть там сарайчик, и попросил схоронить это дело до часа Х, когда оружие, видимо, по мнению обвинения, могло понадобиться повстанцам, чтобы захватить почту, телеграф и телефон, говоря по-ленински. Но Олеся начала сопротивляться, видимо, и говорила, Михаил, ну что вы так, я не могу столько взять, лучше подарите мне цветы, может быть, вместо оружия. Но Михаил, чтобы она была более сговорчивой, пообещал ей, что взамен похлопочет, чтобы ее мужа, гражданского мужа, который на тот момент уже находился под следствием за разбойное нападение на инкассаторов метра, похлопочет, чтобы он получил мягкий приговор, либо чтобы его участь была каким-то образом облегчена, или даже, может быть, он постарается, чтобы его оправдать, что он сухим из воды выйдет, а взамен попросил взять у нее это оружие. Конечно, видимо, эта женщина испытывает чувства к своему гражданскому мужу и решила рискнуть. Значит, оружие в обмен на помощь. Но Михаил же не может решать такие вопросы, понимаете, по таким серьезным делам. Так вот, по мнению сторонновенения, он обещал это сделать через Григория Петренко, на тот момент депутата парламента Республики Молдова похлопотать. Вот эти обстоятельства, они квалифицировали как извлечение выгоды из влияния. То есть Михаил пытался извлечь выгоду из влияния на Григория Петренко в интересах гражданского мужа Олеси Веди. Вот примерно такая вот картина, круг обвинений замкнулся. Вот эту ситуацию мы имеем на данный момент. Значит, дальше есть два аспекта, которые я прослеживаю. Во-первых, это то, что их держат в тюрьме. Это одна ситуация. И, во-вторых, сама суть предиальных обвинений. Вот, посмотрите, их держат в тюрьме уже практически четвертый месяц. Общеизвестно, что предварительный арест это крайняя мера, так как она связана с лишением свободы человека и гражданина. Поэтому суды по ходатайству прокурора применяют эти меры в исключительных, чрезвычайных случаях. Каких? Во-первых, закон четко говорит, что предварительный арест может быть применен, когда у прокурора есть разумные доказательства и подозрения, что если подозреваемого, обвиняемого, подсудимого отпустят, скажем, под домашний арест, или даже под подписку о невыезде, он точно сбежит. И его нельзя отпускать, он должен сидеть в тюрьме. То есть разумные основания. Ну, какие основания? Например, паспорт гражданина России и Молдовы. На карманы вперед. Да, какие проблемы? Или вообще речь идет о гражданине, например, другого государства, который сюда приехал, совершил преступление, его же отпустишь, он на самолет и все. Фиши пропало. Как было с Багировым, например, и так далее. Поэтому вот из таких они в разумных подозрениях исходят. Второй аргумент. Если подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, если их отпустить, они могут продолжить совершать новые преступления, либо возьмутся за старые. Третье основание. Если отпустить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, то они могут повлиять на свидетелей, запугать их, чтобы они поменяли свои показания. Либо подсудимые, подозреваемые, обвиняемые могут сговориться друг с другом, чтобы осложнить жить прокурором. Следующее основание связано с тем, что если подсудимый, подозреваемый, обвиняемый не идентифицированы как личности органами уголовного преследования. И последнее основание, условно, в том случае применяется предварительный арест, если прокурору удается доказать, что обвиняемый, подсудимый, подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории Молдовы. Ну, под домашний арест. Уже в самом условии есть ответ. Человека должен быть дома, а если у него нет дома, куда его отпускать? Должен сидеть в тюрьме. Теперь вот соотнесем вот эти критерии, условия, которые предусмотрел законодатель. В соотношении с ситуацией Михаила и Павла. Вот, смотрите, скроются о следствии суда. Не скроются они. Почему? Потому что в самом худшем случае, если даже их и осудят, то им грозит 4 года условно. То есть они все равно не будут сидеть. Поэтому какой смысл им скрываться, их объять международный розыск, жить революционной подпольной жизнью и так далее, боятся каждого встречного патруля. Какой смысл? В самом худшем случае им дадут условно. Будут ходить отмечаться каждый месяц и все. Нет смысла бежать. Второй критерий. Продолжат совершать новые преступления или возьмутся за старые. Тоже прокурор не доказал это основание. В каких случаях это имеет место? Вот я придумал практику Европейского суда. Когда Европейский суд высказался и отказал в жалобе обвиняемого, который жаловался, что его незаслуженно посадили за решетку и отказали в том, чтобы отпустить под домашний арест. Суд пришел к выводу, что он действительно может на свободе продолжать совершать новые преступления либо возьмется за старые. Так как по материалам дела этот гражданин уже четыре раза был осужден за распространение торговли наркотиками. Четыре раза. И у суда возникло разумное предположение, что он это может делать и в пятый раз. Четыре раза он сидел в тюрьме, освобождался, снова возвращался. И так четыре раза. Выводов, значит, не сделал. Не исправился, не раскаялся. Если его отпустить сейчас в пятый раз, скажите, разумно предположить, что он это сделает и в пятый раз? Конечно, разумно. Вот что такое разумное подозрение. Когда из материала дела мы можем прогнозировать возможное поведение подозреваемого, ввиняемого, посудимого при определенных обстоятельствах, что у нас формируется определенная убежденность в его определенной модели поведения на будущее. В отношении Михаила и Павла они ранее не осуждены ни за какие преступления, никогда не привлекались к уголовной ответственности. Поэтому предполагать, что они могут совершить новые преступления либо взяться за старое в том, в чем их обвиняют, нет никаких разумных для этого оснований. Дальше. Повлиять на свидетелей, либо подсудимые, обвиняемые могут сговориться друг с другом. Не могут они повлиять на свидетелей, потому что свидетелей в этом деле нет. Невозможно влиять на тех, кого не существует. Обвиняемые могут сговориться, говорит прокурор. Но обвиняемые, помимо них же задержали еще и граждан Российской Федерации и Украины. Фирсов, Шаппинов и другие. Но они были депортированы за пределы Молдовы, запретом возвращаться в страну в течение пяти лет. Поэтому как они могут сговориться с людьми, которых физически нет в Молдове, и связи у них тоже с ними нет. Ну, прокурор цепляется, говорит, что значит, они подсудимые, могут сами друг с другом сговориться. Вот Михаил и с Павлом могут сговориться. Ну, тоже странно очень. Дело в том, что они в клетке в судах вместе все время сидят на одной лавочке. Их в одном бобике приводят с тюрьмы и уводят. Понимаете? Потом в клетке в суде они тоже находятся вместе. Потом их привязывают к одним и тем же наручникам. Правая часть наручника к руке Михаила, левая к руке Павла. Ну, если бы не хотели сговориться, наверное, у них было достаточно времени за четыре месяца, вынужденно находясь друг с другом рядом, объединенных общими наручниками, давно это сделать. Тоже несостоятельный аргумент. Дальше. Не имеет места жительства. Странно. Михаил имеет квартиру на Чеканах. Павел тоже живет в Коголе. У него своя квартира. Здесь он снимает ее на улице Титулецкой. В суду были представлены подтверждающие документы. Тоже здесь карта бита со стороны прокурора. Не идентифицирована. Ну, как же не идентифицирована? И личность их установлена. Один Амирберг, другой Григорчук. Есть документы у них. Они же не какие-то бомжи или какие-то агенты, которых засылают, предварительно отобрав удостоверяющие личность документы. И так далее. То есть, как мы видим, ни одного критерия, чтобы держать их за решеткой, не имеется. Тем не менее, судья Елена Карпенко, судья по головному преследованию, она стала уже самой известной судьей на территории Молдовы. Третий месяц упорно игнорирует все мои аргументы и продлевает им срок на месяц каждый раз. Каждый раз. Есть факультативные же, кроме основных, аргументы. Например, судья обязан учитывать им семейное положение подсудимого, подозреваемого, обвиняемого. Вот возьмем Амирберга. Жена у него не только беременная, но ей грозит угроза выкидыша. Суду были представлены медицинские документы в этом смысле. Ноль внимания, полный игнор. Если бы представили нарушение, чтобы рассмотреть этот вопрос и, например, убедиться, что человек имеет уже 4 судимости за это, и пятая ходка у него, судья должен иметь материалы дела. В нашем случае судья Елена Карпенко продлевает каждый раз арест ребятам, не имея материалов дела. Просто прокурор приходит с ходатайством продлить. Такая писулька на двух страничках без приложений, без уголовного дела, из которого могут следовать разумные или неразумные подозрения, ничего. Просто приходит с писулькой, две странички и говорит, надо продлить, они опасны. Общество охвачено страхом, боязнью. И она продлевает. Не имея материалов дела, просто слепо это делает каждый раз. Я заявил протест в последний раз, говорю, как вы все можете высказаться по поводу обоснованности ходатайства прокурора, если у вас нет материалов дела? Она говорит, арест продлевается, а материал дела прокурору потом принесете. Постфактум. Разве это правильно? Неправильно. Эти аргументы я выдвигал в апелляционной палате, но ничего не получилось. Только один раз удалось нам пробить эту систему, когда судья по уголовному преследованию коллега Елены Карпенко Сергей Булару все-таки отпустил Михаила по моему требованию под домашний арест. Это произошло в день влюбленных. Я себя почувствовал удовлетворенно, так как Михаил мог восоединиться со своей супругой, но недолго гулял он, понимаете, по своей квартире. Только 7 дней. Так как уже 20 февраля апелляционная палата отменила решение нежестоящего суди и обратно вернула его в тюрьму по причине того, что он все-таки социально опасен. Может скрыться, совершить новые преступления и представляет угрозу для общества.